Каждый из них уже знает свою группу руководителей, которые будут сопровождать их в течение всего хаджа. Магомед Цычоев во второй группе. В хадж он едет впервые. Он уже многое знает об обрядах и маршруту, по которому предстоит пройти. Будет трудно, не сомневается Магомед, но такие испытания паломнику только в радость. Подготовку к хаджу для ингурских паломников, по сути, можно считать завершенной первой из четырех рейсов в Саудовскую Аравию, запланирован на 21 августа. Прием необходимых документов окончен, скоро будут готовы и визы. Поэтому сейчас самый важный инструктаж, который проводят для паломников. Все организационные заботы и особенно подготовка людей к предстоящей поездке в святые места легли на комитет по хаджу Ингушетии. На семинарах паломникам подробно разъяснили, что и как нужно делать. Впрочем, там на месте им также помогут и подскажут. А будущие хаджи в предвкушении поездки не скрывают своей радости. Впрочем, врачи в Саудовскую Аравию, запланирован на 21 августа. Паломники уже прошли вакцинацию, сейчас для них закупают необходимые медикаменты. Врачи также будут сопровождать каждую группу. В этом году, как и в прошлом, по квоте на республику выделено 1400 мест. Правда, теперь по новым правилам королевства, паломники, которые уже совершили хадж в прошлом и позапрошлых годах, должны платить налог в 2000 реалов. Самолет из Догур заключить для того, что 6 часов аэропорта полный график убытия паломников Королево-Саудовской Аравии. Согласно этому графику, первый рейс в 18 часов 21 числа в аэропорте. Число желающих совершить хадж в этом году порядка тысячи человек. Для большинства это первая поездка в святые места. Итоговый подготовительный семинар для паломников пройдет уже в четверг. В летнем амфитеатре. Начало в 10.00. Руслан Лобогачев, Рахман Суров. Новости 24.